Приветища, это Дарк Ридл, это я, я наконец вернулся под Новый Год, как обещал вернуться. В общем, у нас сегодня будет новогоднее приключение, что очень круто, потому что на носу Новый Год, скоро каникулы, ура, наконец-то. По такому поводу предлагаю нарядить нашего соседа как-нибудь, ну, новогоднее что ли. Ну вот, например, Санта Клаус, это прямо вот самый Новый Год, или Эльф Санты, но Эльф Санты, он какой-то стрёмный, его покупать надо. Есть печенька, есть, как это, олень, Санта Клаусовский олень, есть сосед в гирляндах, я думаю, что давай возьмём всё-таки, всё-таки Санта Клауса. Да, плохой соседский Санты, это будет нечто просто. Первое задание у нас в подарок от Санты, понеслась. Перемещайтесь по ледяным платформам, чтобы найти подарки. Найти пряного человечка. Давай-ка попробуем разобраться, что произошло в ролике. Сосед наколдовал какую-то дичь, и Санта Клаус рухнул с неба на своих санях. Вот, кстати, сани, смотри-ка, вот они здесь стоят. Соответственно, когда он падал, он растерял свои подарки. Но мы с тобой, как самый послушный ребёнок всей этой планеты, поможем Санта Клаусу, чтобы другие дети не остались без подарков. Только единственное, прыгать по платформам, это, конечно, не мой конёк. К тому же, эти платформы ещё и ледяные, но хорошо, что не скользят мои ножки по ним. Попыточка номер два, вон, кстати, Санта ходит. Это, интересно, хороший Санта или это сосед? Сейчас узнаем. А вот, кстати, пряничный человечек. Забираем его. Теперь нам нужно найти радиоуправляемую машинку. Окей. Он полисман, кстати, ходит. Так. Мы знаем, что полисмен вообще не на нашей стороне. А вот Санта Клаус, это наш сосед. Я по миникарте обратил внимание. Да, это соседский Санта. Плохой Санта, короче. Делим Санту на плохого и хорошего. Снеговики бродят. Прикольно. О, машинка. Я нашёл машинку. Здесь больше ничего нету наверху. Вроде нет. Машиночка. Иди-ка к нам в ручки. Два подарка мы нашли. Найти игровую приставку. О, ну конечно же, какой Новый Год без игровой приставки? Блин, эти снеговики выглядят так... А, чёрт, смотри-ка, они и злые снеговики эти. Лучше им не попадаться. А выглядят так безобидно. Я думал, это мои друганы. Питер, привет. Не сиди на крыше, это очень опасно. Ещё и головы снеговиков летают, смотри-ка. Ну прям вообще чума. Это не Новый Год, это какой-то снежный Хэллоуин. Чёрт, чёрт. Заскальзнул. Чё? Я на башку Санте упал, он меня поймал. Офигеть. Санта. Плохой... Ой-ё, тут вообще капец начинается. И Санта-Клаус, и полисмен. Я хороший ребёнок, я ничего плохого не делал. Ребята, отстаньте от меня, пожалуйста. Санта начал танцевать. А я, пользуясь случаем, сваливаю отсюда. А то тут начался какой-то замес ёкарный. Что же за фигня-то? Он может мороз... Ну прекрати. Толпой просто налетели на ребёнка. Я буду жаловаться президенту. Я не знаю кому. В полицию-то я не могу обратиться. За мной же полиция бегает. Ладно, попробуем всех обойти по крыше. Надеюсь, пока я тут буду взбираться, меня никто не перехватит. Вон, кстати, и полисмен бежит. Чёрт, а он длинный, высокий. Он может меня исхватит. А-а-а. Хе-хе, нет. Так и произошло. Всё, у меня яблоки кончились. Капец. Что ж, Миша, давай всё по новой. Короче, я тут уже сто пятьсот попыток своих напрыгал. Ой, опять меня заболел кто-то. Сто пятьсот попыток. Я тут, короче, падал. То у меня сенсор не срабатывал. И я просто бежал и втыкался в эти платформы. И чё здесь только не происходило. И полиция меня ловили. И Санта меня ловили. И снеговики. Всем, короче, есть дело до меня. Вот. А я хочу игровую приставку всё-таки собрать. И отдать Санта-классу. Кстати, вот она, приставка. Вот, я прямо перед них. Наконец, нет, она упала. Боже мой. За что мне это? Я что, себя плохо в этом году вёл, что ли? Почему такие подставы жёсткие? Так, ладно. Пофиг на приставку. Давай-ка я попробую перепрыгнуть отсюда. Вон туда. А приставку потом соберём, да? Я думаю, да. Дай же мне силы и... Долбаный сенсор. Я сжал на прыжок, но он не сработал. Здесь снеговик. Дьявольский снеговик. Давай валим отсюда. Ну ладно, всё равно надо было спрыгнуть, приставку захватить. Найти пряничные сани. Окей. Прячем подарок своей труханы. Я снова здесь. В этот раз я буду немного умнее. Я не буду перепрыгивать сразу туда. А сделаю всё по-правильному. Вот как нам игра говорит, типа прыгай по платформе, так я и сделаю, да? Чё будем умничать? Чё рисковать? Наконец-то я здесь. Я у дома мэри. И сейчас я взберусь на крышу этого дома. На крыше дома твоего. Сижу на крыше. А вот они и сани, наконец-то. Найти беспилотник. Нифига себе. Это кто такие подарки себе заказывает? Беспилотник, приставка. Мне бы такое Дед Мороз приносил под Новый год в детстве. Значит, вот смотри, у нас четыре подарка. Надо их перенестить в рюкзачок. Как я говорил, в свои труханы. Они у меня широкие. Как панталоны. Всё. Теперь прыгаем дальше. Ай, чёрт. Чуть не упал. Мистер Брэнси, здорово. У тебя там ничего нет на заднем дворе. Он обычно там любит какие-нибудь штуки интересные прятать. Мы, кажется, скачем в магазин. Главное не упасть. Снеговик только не впали, пожалуйста. Если он мне впалит, он будет снежный и морозный шарик в меня кидать. Что не очень круто. Я почти, я почти добрался до магазина. Давай же. Вася, Петрович, Миша, Геннадий. Я в пати. Давай же, прыгай. Я просто не знаю, за какого ребёнка я конкретно играю. От ребёнка, от лица всех детей мира. Вот я из-за какого играю. Ой, ё-моё, ты посмотри. Мне нужно будет по ледяному проводу пройти. Это что за русский ниндзя тут начинается? Я не понял. Какая-то конкретная полоса препятствий. Ладно, я пошёл. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, как меня шатает-то скользко. И тут-то-то-то-то. Беспилотник всё забираем. Отнесите подарки в Санни-Санты. Окей. Я, пожалуй, эту полосу препятствий сейчас пройду. Чёрт, смотает меня здесь. Но я это сделал. Да, я смог. Я смог. По этой скользящей про... Там сосед снизу, ё-моё. Сосед, что ты делаешь? Он, кстати, шапку снимает. Я не обращал на это внимания. Показает нам свою лысину. А мы его перепрыгиваем и бежим к Санни. Ага, Миша, здорово. Ледяной Миша. Короче, Санта застрял. Плохой Санта застрял в заборе. А мы сейчас... Чёрт, время вышло. А мы сейчас хорошему Санте отдаём подарочки. Держите, пожалуйста. Залазим в мои труханы. И начинаем потихонечку выкидывать всё. Вот, тут же есть кнопка выбросить. Вот и выбрасываем. Пожалуйста. Походу, не все подарки. Чёрт. У меня, походу, труханы-то дырявые. Побываливалось по пути. Вон, видишь, всё в цель не упало. Игровая приставка тоже сюда. Готово. Санта нас благодарит. Ты гляди. Сосед договорился со снеговиком. И снеговик пошёл на Санту. Боже мой. А Санта успел улететь. Санта на соседа скинул уголь. Ну что, одна звезда, победа. И подарки детям мы доставили. О, ёлка, подарки. И сосед, как обычно, что-то замышляет. Негодяй. Чего? О, да он футболист прям. Собрать все подарки и подставить соседа. Короче, он с ёлки. Найти подарок Цау возле Агаты. Окей. Значит, идём к Агате. Сосед из... А, сосед меня впалил. Плохой Санта. Здесь ещё снеги... Вот, видишь, какие подставы бывают. И сосед меня поймал. Держи, 75 ябот. А меня всё равно заморозил снеговик. Это нечестно. Так, ладно, валим, 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 полисмен ещё тут. Но он вроде меня пока не палит. Не гоняется за мной. Значит, Агата, Агата, Агата. Вот она, наша мадам Агата. У тебя и должен быть подарок. Висящие снеговики. Недавижу снеговиков. Именно в игре Dark Riddle. А так я обожаю их лепить. Вот, первый подарок. Найдите подарок Мэри, недалеко от Сани. От каких Сани? Вроде Санта-Клаус в прошлой серии улетел на Санях своих. Ну, допустим. Ладно, пойдём, посмотрим. Здесь ещё подарки какие-то валяются. Питер так и не слез с крыши. Мистер Цао здесь. А, нет, гляди, Сани там до сих пор. Может, Санта верну... А-а-а, сейчас плохой Санта меня схватит. Ну, я подарок... Давай. Я успел забрать подарок. На Луне другой Санта летит. Короче, кругом одни Санты. Плохие, хорошие, летающие. Пока враг оглушён, мы бежим. Бежим скорее от седова. Ещё нужно один подарок найти. Так, надо посмотреть задание. Мы нашли подарок Мэри, Цао. И ещё Агата осталась. И мистер Брэнси. Правильно же получается? Два подарка ещё осталось. Так, вот ещё один подарок у ёлки. Его сосед не успел выпнуть. Отнеси подарки жителям. А, всего три подарка? Да, это изи. Мистеру Брэнси подарок не достал. А, нет, мистер Брэнси есть. А кому? Мадам Агати! Прикинь, Мадам Агата без подарков осталась. Может, не заслужила в этом году. Значит, так, кому мы сейчас несём? Мэри. Этот подарок достаётся Мэри. Сейчас я его кину. Но меня сосед поймает, как обычно. Держи, Мэри. Да, сосед выхватил. Сейчас напихаем ему 75 яблок в рот. И бежим, пока он оглушён. Чёртовы бошки снеговиков. Всё, теперь меня ещё и полисмены нечат. Ну, это вообще абзац. Какая-то кошмарная ночь в деревне. Я не знаю, как это ещё обозвать. Мистер Цау, вот твой подарок. Оббегаем всё это вокруг, чтобы нас не поймали. Я должен идти в другое место. Ну, естественно, Мистеру Брэнси надо подарок отнести. Так, вроде от меня все отстали. Я не знаю, это похоже на какой-то триллер. Ужастик. Все за мной гоняются. Мистер Брэнси, держи подарок. Ты хорошо себя вёл. Вот твой подарок. Возьми какашку гравит-пушкой. Но мы знаем, где у нас гравит... А, а, полисман бежит. Он выяснил, что я хочу стащить какашку коровы. Питер, я иду за какашкой. Так, значит, вот. Гравит-пушка берём. И какаху. Мне показалось, что у коровы три рога. Но меня проглючило. Всё, какашка есть. Положите какашку в подарочную упаковку возле твоего дома. И меня сразу полисмен спалил. Типа, положи какаху на место. Это не твоя какаха. А можно я выйду как-то? Он мешает мне пройти. Во. Слава богу. Всем боятся. У меня какаха. Вонючая какаха. Или я вас всех заляпаю. Значит, что у нас по заданию? Положить какашку в подарочную упаковку возле твоего дома. Ага. Упаковка возле моего дома. Всё, окей. Бежим. Сейчас упакуем подарок. И, скорее всего, мы его отдадим соседу. Правильно же? Отнеси подарок на задний двор соседа. Легко. Побежали, побежали, побежали. Думаю, грави-пушку можно выкинуть. Она нам больше не понадобится. На заднем дворе... Время вышло. Как обычно. На заднем дворе у него даже ёлки нормально не стоит. Большущий. Держи подарок, сосед. Под деревце какое-то лысо ему поставил. Он рад, смотри-ка. Типа, да, наконец-то я заслужил подарок на Новый год. Оу. Это жёстко. Это очень жёстко. Победа. Одна звезда. Но, тем не менее, мы уделали соседа. Что ж, на этом я предлагаю остановиться. А следующий серий ты увидишь в следующем ролике. Так что, если тебе понравилось, то не забывай поставить лайк и подписаться, если ты ещё не подписан. Увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok